Друзья, подберезовик, осенний подберезовик, сейчас покажу, какой красавец, красавец он, но уже кто-то начал его кушать. Лес мокрый, настоящая грибная погода. Хорошо, что нас мальчик не пустил, мы машиной собирались приехать, собирались приехать машиной туда, где мы обычно собираем. Нас мальчик военный не пропустил, мальчик солдат, говорит, учения идут, но мы прошли сейчас вот этой территорией, раньше мы проезжали, и мы нашли вот этот подберезовик, смотрите, какой красавец, какая шляпка коричневая, настоящая, какая ножка, я вам рассказывала, ножка как подберезку, да, поэтому он и называется подберезовик. Вот эти грибы, которые я вам, которые я нашла, я говорила, это решетка, решетка более сухая, друзья, это, это называется польский гриб, поэтому синеет у него ножка, если придавить, да, здесь решеточка, здесь решеточка, видите, а если придавить, если придавить вот на шляпке, оно тоже синеет, его еще называют синюк, или же это польский гриб, он очень вкусный, вкусный, он идет вторым, польский гриб идет второй после белого гриба, и нашли прекрасный, и нашли прекрасный подберезовик, молоденький, такой замечательный, и дальше ищем, ищем дальше, расскажем вам, найдем ли мы зонтики, мы поехали именно по зонтике, а нашли, видите, польский гриб, синяя ножичка, ножичка синеет, когда ее обрезаете, польский гриб, белый нашли, что мы еще, ну сыроежку мы взяли, ну вообще-то хочется, конечно, найти то, о чем мы прочитали, вот такие места, здесь любят расти подосиновики, и здесь любят произрастать и подберезовики, сейчас поищем, может быть мы еще найдем, именно вот на такое, такая, да, и забыла сказать, мы, конечно, нашли на поле сегодня и шампиньоны, поэтому грибы будут сегодня вкусные, жареные со сметанкой, сделаем, рецепт покажу и расскажу, друзья, подписывайтесь на мой канал, до новых встреч в эфире!